Здравствуйте и добрый день. Эти ребята уже смогли бы поздороваться с омскими зрителями с экрана. Школьники приехали из Германии. Они интересуются журналистикой и киносъемкой и у себя дома изучают азы этого дела. Поэтому итогом их поездки в Россию станет короткометражка – небольшой фильм о жизни за рубежом. Тео включит в нее кадры из нашей студии. Мне было интересно, как работает телевидение здесь, в России, потому что я ничего об этом не знал. А сейчас я узнаю изнутри, как устроен сам процесс. Это павильон, откуда транслируют новости. С экрана все всегда видят только место ведущего. Но сегодня немецкие школьники смогли увидеть скрытые от глаз зрители оборудование, которое позволяет выходить в прямой эфир. В группе есть и русские – это ученики 19-й гимназии, которые прекрасно говорят по-немецки и поэтому уже побывали в Германии. Также по обмену. Мы получили много новых эмоций, впечатлений. Это очень интересная экскурсия для нас. Также здесь мы можем получить невероятный опыт, так как здесь работают действительно профессионалы своего дела. И мы можем попробовать также себя в этой профессии. Маленькая делегация приехала на 10 дней. Поэтому мы пригласили школьников поприсутствовать и на прямом эфире. Сегодня не получилось, так как выпуск выходит в определенное время. Зато ученики побывали в монтажной, где для выпуска собирают сюжеты. Увиденное пригодится во время работы над собственным фильмом. Они впервые здесь, в Омске или даже в России, поэтому все новое для них. И поэтому им интересует, как это все, как Мачик уже сказал, как люди здесь, и как выглядят улицы и все это. И поэтому они принимают участие в этом обмене. Зашла делегация и на радио. Здесь парни смогли почувствовать себя в роли ведущих и даже сделали запись себе на память. Школьники из Германии, как и любые другие, чаще черпают информацию не из телевизора, а интернета. Сегодня вечером гости идут в театр, поэтому и наш совместный сюжет они посмотрят на сайте нашего телеканала.